друзья приветствую вас далее давайте обсудим основные ключевые российские бумаги что сейчас происходит так ну вот у нас сбербанк сбербанк сегодня как и большинство имитентов открылся с минусом это связано с тем что нефть по сравнению с закрытием площадки пятницы все-таки просела и негатив по американскому фьючерсу идет так вот смотрите ударились 193 ниже не пошли то есть вот как работают сильные уровни в частности у сбербанка давайте рассмотрим более короткие таймфреймы это дневка так ну вот у нас тут такое мощнейшее движение было в общем то конечно она по сути все локальные цели перекрыла собой вот что сейчас у нас развивается сейчас у нас развивается попытка роста но эта попытка роста она пока не имеет особой силы до того момента пока не пойдет устойчивый рост по нефти так ну что у нас давайте на пятиминутку перейдем посмотрите вот здесь цели которые верху были закрыли сейчас нас ожидает боковик про торговку в этом диапазоне 194 195 и 3 пробой верхней нижней границы на объеме будет инициировать движение вверх или вниз вот я могу сказать так здесь сегодня прямо с утра на что достаточно энергичное движение вот в этом фрагменте отчасти вот здесь вот был прострел и соответственно то что здесь набрали его раздали вот здесь вот был набор вот в этом диапазоне была раздача позиции вот но все-таки мне кажется вот это движение которое здесь зародилось она еще до конца не выработано то есть этот была первая часть дальше как бы по факту раздачи перешли к набору позиции консолидации сейчас судя по всему малейший позитив приведет к тому что сбер пойдет тестировать на пробой 195 и 3 и по факту пробой 195 и 3 мы как минимум увидим движение на 196 и случае закрепления повторное тестирование 190 70 половиной 198 в том случае если все-таки пойдет движение вниз и мы увидим пробой 193 6 то в этой ситуации скорее всего он поляжет на 192 с половиной здесь соответственно у нас будет либо проторговка с набором позиции ростом объемов и потом постепенный отскок или же сразу произойдет пробой на объеме и пойдет проторговка накопление уже под этим уровнем соответственно такое действие она приведет к дальнейшему снижению там если не ошибаюсь первый цепь вам 187 185 можете посмотреть предыдущих видео вот но по факту у нас сейчас основные события они вот развиваются в более коротком вот в этом диапазоне 194 195 и 3 и соответственно пробой 193 6 на объеме приведет к тестированию сильного уровня пробой вот этой верхней границы на объеме приведет тому что пойдем сначала закрывать цель 196 потом тестирует 190 70 половиной 198 движение вот этот диапазон для него нужен позитив по америке и как вариант рост по нефти но в любом случае надо ориентироваться на пробой вот этих уровней 194 и 195 2 195 и 3 так далее газпром дневной таймфрейм ну давайте посмотрим что у нас здесь происходит так открытие у нас было сегодня вниз находимся в пределах вот этой консолидации большой давайте посмотрим более короткий так наиболее короткий таймфрейм здесь указывает на по часовику видите здесь какой был раз колбас по закрывали цели локальные которые были верху и внизу сейчас по факту такого движения здесь консолидация в ожидании как будет развиваться событие по американскому индексу и по нефти так друзья но что касается газпром 5-минутный таймфрейм на что хотел обратить внимание вот у нас здесь есть цель движения верху 185 и 7 185 и 5 соответственно вот скорее всего сейчас если будет малейший позитив разовьется движение вот к верхней границе 186 то есть закрытие вот этого диапазона и потом отработка цели которые на 186 это локальное движение в том случае если сейчас пойдет перелом то есть пробитие 184 5 то соответственно в этой ситуации он уходит в диапазон 184 184 и один из случае пробития 183 84 пойдет движение вниз к той цели которая обозначена на часовом таймфрейме что касается текущей ситуации здесь вот судя по всему явный произошел разворот и поэтому ближайшее время наиболее вероятность сценарий это движение вот сюда вот в этот диапазон несмотря на то что сейчас пока непонятно до конца что будет происходить с американским индексом и с ценами на нефть там есть определенная неясность в части движения до конца дня но я думаю что вероятность того что сходит вот сюда в этот диапазон достаточно большая далее соответственно здесь отбой и возврат или же в том случае если сейчас сразу пойдет тестирование пробойство 845 то мы вот этого роста не увидим сейчас вот я не смотрю что происходит по снп и по нефти в моменте но предполагаю что скорее всего по газпрому движение разовьется вот сюда вот в этот сегмент так далее палладий на смотрите палладий сегодня пытается проседать накануне был рост палладий на объеме здесь что примечательно палладий с одной стороны нисходящий канал то есть он по идее должен падать с другой стороны сверху есть незакрытые цели ряд которые обязательно будут закрыты одна из целей находится в районе чуть выше двух тысяч соответственно пока не будет выработан выработана эта цель скорее всего его так или иначе будут вверх затягивать и он свою скажем так конечную траекторию движения вниз не выполнен сначала он должен отработать как минимум целью в районе 2000 с плюсом возможно даже под побольше то есть ближе к 2500 сходить и после этого будет планомерной судя по сложившейся тенденции движения вниз ключевая . здесь 1520 вот как только пойдет пробой 1500 1480 на объеме это будет означать что палладий сломали он полетит вниз вот но пока здесь развивается проторговка в районе 1880 у него сильный уровень и я думаю что если здесь не будет ближайшее время пробитие 1800 1750 его так или иначе будут подтаскивать к тому чтобы свозить на 2000 с плюсом соответственно такое движение это позитив для норильского никеля так но вот у кого-то был вопрос из подписчиков по поводу отчетности норильского никеля что почему как бы при таких хороших показателях росте выручки но из-за того что произошел существенный рост цен на палладий тем не менее у норильского никеля ну да вот выручка по стране с первым катал 19 года выросла аж получается на процентов 30 наверное что у нас здесь чистой прибылью чистая прибыль у нас убыток в районе 5 миллиардов ну я думаю что скорее всего это с переоценкой связано потому что в первом квартале же была девальвация снижение так стоп нет нет в первом квартале у нас девальвация она когда у нас было сейчас одну секундочку а ну да вот у нас в марте тут у финама как обычно с глюком отображается дата май апрель-март то есть у нас в марте вот такая штука возникла и поэтому бумажный убыток у норильского никеля в районе 5 миллиардов здесь как бы ничего страшного нет это технический момент но это лишний повод чтобы либо не платить либо платить небольшие дивиденды так на по риске никель на риски нити сегодня растет вопреки движения по палладию раскрыляться периодически возникает нам по часовому таймфрейму отработали цель которая была на 20 тысяч пятьсот двадцать тысяч шестьсот сейчас соответственно здесь будет либо консолидации удержания в этом диапазоне или же мы отсюда увидим возврат вот в этом на торгованную область 20 тысяч двести здесь остался у нас гэп плюс здесь достаточно сильный уровень образовался из-за длительной проторговки и сюда он ближайшее время скорее всего будет возвращаться почему он будет возвращаться если по палладию не начнется позитивная динамика я все-таки склоняюсь к мысли что есть между ними корреляция достаточно сильная и даже скажем ситуация бывает порой противоположная на риске никеля растет и следом расчет палладе есть такое тоже я неоднократно наблюдал так текущая ситуация она давайте мы ее более детально посмотрим на коротком таймфрейме так но пятиминутку у нас здесь очень замечательная пятиминутка у нас говорит следующее что сейчас локально внутри дня образовался уровень 20 тысяч пятьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать если этот уровень на объеме не будет пробит то вот все это движение она будет выкупаться и приведет последующему росту и тестирование на пробой 20 тысяч 160 если вот этот уровень пробит будет на объеме пойдет под ним закрепление то это наиболее вероятно приведет к движению на 20 тысяч 350 и потом соответственно попытка закрыть вот эту соплю 20 280 по факту и закрытие пойдет возврат вот в этот консолидационный диапазон который находится в районе 20 тысяч 200 посмотрите вот здесь как бы на самом деле ничего такого необычного не произошло с палладием они ходят парой но вот здесь произошло длительное сильные накопления на более длинных таймфреймах она также имеет место быть в районе 20 тысяч двести такие накопления не так или иначе приводит к выстрелу выстрел не всегда бывает приручен какому-то фундаментальному событию например связанному с ростом стоимости актива который производит компания в данном случае палладий по итогам 19 года процент палладий вырос выручки прибыли с там с 19 до 40 и поэтому они очень сильно взаимосвязаны вот но тем не менее то есть как только крупняк позу набрал сразу чик его рванули далее либо здесь что-то ожидается в этом случае мы увидим что не будет пробить и 20 тысяч пятьсот двадцать двадцать тысяч пятьсот и по факту здесь накопление позиции будет а будут отстрелы наверх или же если вот это мощный уровень будет все-таки пробита мы увидим постепенное проседание и сползание вот в эту проторговку но опять же судя по характеру движения наверно все-таки что-то там происходит и не могу точно сказать будет не будет он пробит это мы посмотрим если пробит будет то пойдет проседание если не будет пробить то пойдет рост вообще как бы с одной стороны здесь накопили и раздали а задача по сути выполнен с другой стороны с там еще какое-то событие замаскировано по непременно мы увидим ближайшее время дальнейшее движение вверх так далее давайте лукойл рассмотрим от лукойл у нас находится в проторговки пять тысяч двадцать четыре тысячи восемьсот в этом диапазоне сегодня он пытается расти так вот открытие с гэпом немножко цель 4939 4940 не добили поэтому движение наиболее вероятно будет сюда вот закрытием данной цели локально вот три белых солдата то скорее всего все-таки движение она разовьется на 4930 и потом отработка цели 4990 вот сюда вот здесь вот есть цель так мы если уберем пятиминутный таймфрейм то что здесь примечательно ну вот здесь была ключевая раздача в районе 4900 вот сейчас соответственно если не будет пробития на объеме 4850 то вот эта вся формация она приведет к развороту движение на 4900 и дальнейшему отработки тех целей которые находятся вверху сейчас я думаю ближайшая цель движения у него находится 4900 4924 по факту пробить этого диапазона начнется движение вверх если таки будет пробита 4850 начнет он проседать и цель движения будет 4815 4800 все друзья спасибо за внимание